Друзья, всем привет! На днях число подписчиков в ТикТок у меня достигло 100 тысяч. Я решил дотметь, приготовив вкуснейший торт Спартак. Для приготовления коржей нам понадобится 3 яйца, 100 грамм сахара. Взбиваем до однородной светлой структуры около 5 минут. Отдельно смешиваем 100 грамм муки, 20 грамм какао и чайную ложку разрыхлителя. Добавляем в 2 этапа к взбитым яйцам и сахару. Аккуратно перемешиваем. Далее смешиваем 2 столовые ложки меда и 2,5 ложки растительного масла. Все хорошо перемешиваем до однородности. Сюда же добавляем 3 столовые ложки замешанного теста и опять все хорошо перемешиваем. Добавляем к тесту и снова хорошо и аккуратно перемешиваем. Противень застилаем пергаментом и равномерно распределяем тесто. И ставим в духовку разогретую до 180 градусов на 10 минут. Как корж полностью остынет, отделяем от пергамента и отрезаем края. Никуда не выкидываем, они нам еще понадобятся. Далее корж делим пополам. Для приготовления заварного крема нам понадобится 2 яйца, 120 грамм сахара. Хорошо перемешиваем. Добавляем 40 грамм кукурузного крахмала. И снова хорошо перемешиваем до однородности. Выливаем в кастрюлю, добавляем 500 миллилитров молока. Хорошо перемешиваем и включаем плиту на средний огонь. И варим постоянно помешивая до загустения. Как пойдут первые пузырьки, снимаем с огня. Как крем полностью остынет, смазываем каждый корж и формируем наш торт. Верхний корж и края тоже смазываем кремом. Отрезанные края измельчаем в блендере и украшаем, посыпая сверху наш торт. По бокам тоже украшаем крошкой. А теперь наберемся терпения и на ночь убираем в холодильник. Друзья, торт получился потрясающе вкусным. Очень воздушный, нежный. Просто объедение. Настоятельно рекомендую попробовать этот рецепт. Всем приятного аппетита. Спасибо за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин